получать получается дали надо у нас здесь развилка туда идет от а дарой она такая широкая как прям как поляна вот туда идете в рай заворачиваем но зато воздух и звуки такие раздаются послушайте без комментариев а сейчас мы выходим уже очередь мы живем в ручку мы уходим уже в город поселочек новый свет ну вот очередной раз короче мы направляемся в новый свет и опять заком подлости блин двигается то что скорее всего будет дождем съездим еще раз попробуем не пытаемся попасть на царский пляж вот здесь натуральный домашний но а потом вас на дверь винишка вот это это натуральный да и забыла всякая разная ладно 100 рублей патролитровая бутылочка 500 рублей у нашего соседа это гораздо дешевле можно взять которого мы снимаем валера владельцы этого хозяйства ну сосед и заводились да у него по 300 по моему сказал 700 рублей у него коньяк стоит здесь от инжир продает инжир да а тут это его как смотрится как грушу а груши видны сколько такой стоит 150 кг здесь растет а где-то здесь новом цвете понятно хорошая тема очень полезная мы вообще не курю к сожалению может вот ребята спускаемся вниз к морю поплывем до дорогу вот смотри вот со стороны от горы вот это двигается огромнейшая туча черная скорее всего льванет вас дождевики здесь нигде не продаются дождевики там можно да тут лук у нас ялтинский а ялтинский сколько лук стоит 100 100 рублей вовутся недорого тут 100 рублей а там 150 было 9 ну не знаю но это многоразовый да судя по всему дождевик часа тема актуально потому что погода надвигается такая пасмурная он последний все видите мы уже последний дождевик забрали все покупают какие-то вещи как вы думаете льванет дождик ну прям вот может пронести да понятно но что-то уже прямо эта погода вот мы сколько здесь 6 6 день и прям что-то все время народ идем дальше всякие надувные изделия продавится не хочешь на круге покататься ну вот мы уже второй раз находимся в новом свете приехали сюда также как по серпантиновой дороге вчера было море очень холодная градусов 17 сегодня вода говорят мы еще сами не пробовали но говорят гораздо теплее градусов на 20 может быть даже с лишним но люди купаются идем дальше какая тут набережная поменьше конечно чем в судаке гораздо меньше метров 500 всего там где-то два километра люди купаются юляшка пробует воду сегодня вода теплее гораздо градусов 20 у нас слева это соколина и гора поплыли давайте наверно туда дождевики мы взяли в крайнем случае будем прятаться даже под дождевиком едем короче сейчас на царский пляж у нас и семьей и добро пожаловать на посадку и дебоб антону правая часть набережной короче говорят бабки вернут если дельфинов не встретить но там фишка такая говорят там короче рыболовное судно стоит где-то там вдалеке в море и в общем-то по-любому дельфина где это рыболовные сети они вытягивают рыбу и дельфины находятся рядом они там постоянно тусяк поэтому такой своего рода как бы аттракцион и гарантия то что ты дельфина в любом случае увидишь все спускаемся спускаемся надеюсь что царский пляж будет действительно царским это типа позитив понтончик такой интересный и уляшка а чё ты боишься это же понтон всего лишь а еще страшно чтоб я не упал меня все-таки оборудование беги по небу только-только не упади но смотрите какой у нас интересный кадр по 200 рупий как по-английски читается поймут ли как называется катер венту круто куда можно не сесть уже давай вместе сейчас ребята короче отправимся со звуком будет проблема естественно будет ничего не слышно я там увидим уникальные красивые виды гора вот это у нас соколиная это орел вот пройдемся вдоль там той тропы голей сына вдоль побережья да и попадем на царский пляж говорят ехать примерно 5 минут но все ребята отправились и вот мы отправляемся вот на такому карте на катере в новом в новом свете находится три бухты зеленая и голубая и синяя у всех этих у своей истории и а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Теперь вид, как у нас море на эту сторону Популярная тропа среди туристов стала Вообще, она, эта тропа была подготовлена Голицыным, князем Голицыным для Николая II Который сюда приезжал к нему в гости В 1912 году, по-моему, если я не ошибаюсь Человек-амфибия вот здесь, значит, сниматься Ну, какие-то эпизоды, да, получается? И вот мы сейчас двигаемся по Синей бухте Имеет своеобразный подводный рельеф Тут глубоко и под многометровым слоем Воды располагается множество пещер, говорят Мыс Капчик, к которому мы сейчас приближаемся Место вот это вот, разбойничья бухта еще называют Это место, овеяное легендами Много лет назад на территории бухты За мысом Капчиком прятались пираты Они поджидали корабли, направляющиеся в судак И грабили их По этой причине бухта получила свое второе название Разбойничья Также известный фильм снимался на мысе Стоянка автокочевника в фильме «Спортлото-82» Тоже такой известный фильм советский Мысу Капчик, говорят, целиком пронизывает природная пещера Это делает Капчик еще более уникальным Потому что когда такого рода пещеры Крыма Формировались только под действием подземных вод Длина пещеры, говорят, составляет около 80 метров А высота до 20 метров Приближаемся к царскому пляжу Капчик также напоминает своим очертаниями гигантского конемелового ящера Также на глубине моря располагаются пещеры Если верить продолжению той же легенды То здесь разбойники прятали свои сокровища Это способствовало немалую интересу аквалангистов Они пускаются на глубине моря с целью исследовать загадочные пещеры Вот она там все виднеется, как эта тропа Голицына идет Там еще какой-то грот, вам говорят, закрытый В свое время там завалила девушка Ну, в этом минус, конечно, то, что люди здесь укупаются И мы их отгоняем, нарушаем их невиделию Вот и мы прибыли Царский пляж У меня вотор, сейчас я ударю ему и все Дядька, прыгай, прыгай Ну, что же ты тут? Все, спасибо Все, давай Все, слишком быстро Морская прогулочка вот такая, ребята Прогулочка, рыбалочка На хорошем катерке прокатились Очень так смотрится неплохо Так, ну что здесь люди? На первый взгляд здесь народа на самом деле очень много Надо попробовать найти более такое уединенное местечко Пойдем Чего ты там нашла? Ну, что-то не менее Где более-менее поменьше народу, я думаю Такие бууны здоровые здесь, камни Вот по той тропе мы Голицына шли Но мы чуть-чуть сюда не дошли, получается Но вот за тем выступом, короче, были, да? Нас высадили тогда на катере Потому что начался сильнейший ливень Который прям сносил, говорят, камни Правда, мы этого не застали, когда камни начались Мы успели эвакуироваться Ну что, царский пляж Вот такой вот он Нормально? Водичка теплая Средничок, да? Вот с палаточкой даже люди здесь Но стоять здесь нельзя, на ночь оставаться Поэтому здесь только днем от солнца укрытие как бы Так Давай, может, здесь где-нибудь Вот тут вроде такой Вот тенечек Вот она, вот она, вот она, вот она И дождика, дождика сейчас начнется Ну, по крайней мере, у нас с собой есть плащ Ну вот, ребята, в общем-то, мы и прибыли Уже на царский пляж, так называемый, да? Потому что в свое время здесь этот царский пляж Посетил сам Николай II Поэтому князь Голицын вот принимал его И здесь вот он купался С тех пор вот он называется Почему-то царский пляж Народы здесь, конечно, очень неизлюбленные туристами Очень много Потому что мы наблюдаем Популярное место среди отдыхающих Можно сказать, теперь, наверное, одна из главных достопримечательностей Нового света Все, подходим мы к морю Волны бушуют Маленькие такие Ну, вода теплее гораздо, чем вчера в Сузаке Было градусов 17 Сегодня прям Глосаточка есть, я думаю Пойду-ка за ныру В закрытом корпусе В боксе сейчас Поплаваем под водичкой Посмотрим, как там Там также катают Вон на бананах Народ в восторге От увиденных видов Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Вот здесь развилка Туда идет ад Туда рай Рай Она такая широкая Прям как поляна Вот туда идете в рай Заворачиваете И там начнется лестница Тавров Такая охренительная лестница Ну, надо только обязательно в кроссовках Немножко там очканете в одном месте Ну, проходите, не бойтесь Я-то пройду А вот девушка моя вредная Пройдут все Ну, поочкуете Ну, там просто камень висит такой Надо перейти так Поддержаться И туда прям можно подняться, да? Подниметесь на самый верх И то Вот это вы увидите реально Это вообще же Просто удалось Да, такое Не передаваем Можете дальше идти веселая Продолжать срапу Либо возвращаться Если дальше пойдете Там без проблем довисит А мы живем в руче Это получается вот сюда Так подниматься как-то Вот по врагу Ведете туда А, по врагу Туда-туда-туда Вверх-вверх Вот когда укретесь Овраг Налево Это на корову Лобу Направо Все тропки направо Этому железному ручку Ну ладно, спасибо Вот немножечко Помогли нам сориентироваться В этой местности Ребята, вот такие вот виды Нереальные здесь Отсюда, в принципе, можно Также и добраться До нового света Пешком Лежим на Царском пляжу Вот за Голубой бухты С очень красивыми видами Еще бы народу Поменьше бы здесь Я думаю, здесь Под закат Вечером вообще красиво А супер открывается Кадры Чувствуем себя Царями Да, приближенными К его императору величества Нет, место Клевое Приближенными Место клевое С особой энергетикой Кругом камни Да, вот здесь вот камни Такие виды Вон туда, я думаю, сходить Еще там Гора такая интересная В форме ящерицы Да? Как она называется правильно? Не знаю точно Тут постоянно Короче, вот единственное Только Дорушает всю идиллию Это вот эти вот Катерки Катерки Которые сюда Привозят народ Каждый Каждый Ну как редко Они каждые Пять минуты Сюда туда-обратно Мотаются Потому что Двести рублей Сюда стоит приехать Вот мы на двоих Четыреста рублей Потратили Чтобы сюда Только доехать В одну сторону Еще четыреста назад Но мы обратную дорогу Скорее всего Пойдем через Можжевелую рощу Да, подышим Хотим подышим Этим воздухом Да, он очень полезен Целебен Успокаивает Мирную систему Для сна Особенно хорошо Можжевельник Такие даже делают Подушечки Прикупили себе одну Вот Я ее откладу Под большую подушечку И сон прям Реально крепче гораздо Я сегодня Кстати, вырубил Хорошо Что называется Мы сейчас еще Накупались в море Сегодня Наконец-то Вода прогрелась Уже не так Как вчера Градусов 20 Наверное, да Сейчас Водичка Волны Единственное Только волны А вода Поэтому немного мутная Так хотелось Конечно Еще занырнуть С масочкой Там Крабиков Наловить Вот Но Если уплывать Очень далеко От берега Метров За сто Только там Уже такая Очень прозрачная Вода Рядышка Мы наблюдаем Ящерица Вот она Пытается Ползти по камням Люди Оставляют После себя Очень много Ты Как правило За собой не убирают Ну вот Ребята Думали Что здесь Вообще Ничего не продается Оказывается Здесь и кукуруза Есть Даже Но Носит Но Немножко Дороже Я бы Сказал Даже Немножко А гораздо Дороже Потому что Там Мы На пляже Мы были Там По полтинни Кукуруза Здесь 100 рублей Здесь 100 рублей Ну и В принципе Я его Уболтал Короче За 152 Штуки Так что Вот Птички Прилетели Тоже Кушать Хотят Это На набережной Или Кикарис Вале Ну вот Короче Там По 35 А здесь Считаю 200 рублей Ну 150 Нормально Поэтому Лучше Конечно Сюда Побольше Брать С собой Еды Мы Не Продумали Эту Тему Как То Поленились Я Знал Что Надо Будет Ну Не Хотелось Ну Вот Ребята В очередной Раз Нас Дождик Поймал Уже В этой Царской Бухте То На Голицынской Тропе То Теперь В этой Царском На Царском Пляже Но Еще Пока Сильного Нету Дождя Надеюсь Что Он Все Обойдет Сторон Мы Просто Подготовочка Тренировка Пока Еще Рано Пиратский Корабль Судак 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 Не Повторим Но Почти Ни дня Без Дождя Это Я Впервые За всю Историю Чего Я Тукаев Курорта Такое Встречается Говорю Мы Так Удачно Попали До Этого Жара Стояла 35 Градусов Как Сказали Нам Местные Невносимые Красота Какая Лепота Хорошо Релаксировать Здесь Хорошо Пляж Преимущество Ребята В том Что Сейчас Народу Становится Меньше Все Разбегаются Вон Бентали Наша Подъехала На Которую Нас Сюда Привезли Веляшка Стедикам Походу Разрядился Уже Опять Начинает Тупить Идем По камням По камням Слава богу С одной стороны То что Жары Нету Кто-то Шлепку Потерял Жары Нету И по камням Ити проще В это время Главное Не споткнуться Да Здесь Типа Тропочки Такой Небольшой Вот такой Царский Пляж Энергетика Супер Здесь Глубоопасная Глубоопасная Но мы Аккуратнее Мы же Ребята Удовые Давай Подъем В гору Такой Небольшой Кстати Вот здесь Вот где Камни Как раз Крабиков Можно наловить Кучу Бесподобные Виды Здесь Кто-то Оставил Свою Визитку Расселение На водах Рустем Там Дальше Тропа Еще Да Ничего опасного Я тебе говорю Это кроссовка Аккуратно Я же знал Куда иду Поэтому я кроссовки Одел Дюляшка Познает Красоты Крыма Вот Когда мы стояли В голубой Бездне В Геленджике Вот Таких местах Очень-очень Много Крабов Особенно Когда свет Идешь Вечером Они Они Прям Везде Там Буквально Чуть ли Они Кишат Ой Вообще Красота Нереальная Это Вот Реально Новый Свет Это Место Силы Вот Мы Лежали На Пляже И Настолько Камни Прогревают Что Какие-то Мысли Такие Положительные Все Приходит Энергетика Хорошая Даже Не Обращаешь Внимания На То Что Наши Русские Туристы Естественно Что Нибудь За Подпорка Доставят Мусор Но Если Вы Приезжаете За Красотой То Вы Ее Здесь Обязательно Найдете Вот Прям Вот Гарантирую Виды Просто Потрясающие Ну И Само Ощущение Того Что Когда Представляешь Что Здесь Были Император Да Вот Сама Атмосфера Как-то Она Переносит Тебя В Эпоку Того Времени Такие Классные Ощущения От Этого Получаешь Море Успокаивает Да Вот Настолько Набираешься Сил Мне кажется Какие-то Мысли Идеи Появляются Здорово Вообще Но Там Все Очень Тяжело Пройти Особенно Я В этих Сланках Поет Проблематично Море Немножко Остарнит Вот Но Красота Нереальна Сейчас Пойдем По Божжевеловой Роще Прогуляемся Там Посмотрим Ну Вот Ребят Только Что Были Одеты Хотели Эти Сходили туда Посмотрели Те красоты Сейчас Вернулись Назад И Что-то Еще Раз Захотелось Ну Все Ну Все Ребята Выходим Уже Короче Мы Из Старского Пляжа Наконец-то У нас Море Отпустило Не Совсем Уходим Хотим Переподняться Через Можжевеловую Рощу До Нового Света Здесь Тоже Такие Красивые Камни Представляешь Когда сильнейший Ливень Какая Здесь Река Бывает Бурная Подъем Такой Представит В Гору Немаленький Ну Я думаю Мы Преодолеем Да Юляшка Первый раз Идете Да Первый раз Первый раз Ну Вот Второй Раз Спускаемся Ну Второй Третий Уже Легче Туда На катере Сильно Ударивался Даже Кто-то Леночку Повязал Леночка Кто-то Повязал Чтоб Не Заблудиться Да Давай Поднимайся Вот тебе Гимнастика Юляшка Здесь Можно сбросить Так вот Каждый день Если тренироваться В гору Лишние 5 кг Может Едверь Если бы Сейчас Поели Вообще Не смогли Ничего Сделать Дальше Не смогли Пройти Не Расслабят Вообще Не смогли Поэтому Лучше Покушать Там Когда Придем На Место Ребята Идем Поднимаемся Гору Немножечко Конечно С непривычкой Тяжеловато Но Зато Воздух И Звуки Такие Раздаются Послушайте Без Комментариев Это У нас Цикада Торога Такая С камнями Ну Природно Природно Красивая Здесь Пройдем Паркур Это Паркур А Какая Разница Они Все Тропа Она Сказала Все Все Тропы Ведут Туда Юляшка Как Твое Самочувствие Да Ничего Пойдет Мышцы И Заболевают Развиваются Присели На пенек На камушек Кто-то Не присел Кто-то На корточках На картах Но Виды Ребята Пойду Покажу Вон Море А там Кстати Домик Такой Это Даже Стоит Люди Уходят По Тропе Он Туда Направо Может Туда Надо Быть Направо Пойдет Мы Попробуем Спросить Переначиваю Ничего Страшного В Изумительно Красивых Местах Вот Смотри Сосны Как Вот Такой Вид Оказывается Мы Сейчас Идем По Можжевевую Рощу Уже Идем Это Все И есть Можжевельник А я Что-то Думал Что Это Пихка Да А Здесь Типа База Какая Отдых Тоже Есть Наверное Называется Можжевевая Горость Наверное А Ну Вы Туда Правильно Мы Идем Вон Так А Ну Вот Она Вот Это Гора Где Тропа Голицына Только С другой Страны Мы Обходили А Сейчас Мы Выходим Уже Через Можжевевую Рощу Мы Выходим Уже В Поселочек Новый Свет Самое Дерезное Что Не в ту сторону Ушли Ну Мы Пришли В любом Сучу Куда Нем Пришли Ну По Любому Пришли Оказывается Немножко Подняться И Правее Нам Держаться Нам Сказали Прямо Ити Поэтому Нас Немножко Это Сбило С Правильного Маршрута Вот Вот Такое Предупреждение Нашли Новый Свет Охраняем Территорию Заказника Запрещено Разбивка Палаток Разведение Костров Сбор Дикорастущих Растений Свалка Бытовых Отходов Рубка Дерев Вот Мы Уже С Можевого Роща Поднялись Ближе К Дороге Вот Кто Здесь Снимает Жилье Ну Конечно Здесь Вот Так Вот Ити Море Вон Там Очень Далеко Живовато Пожарето Мышцы Накачаешь На ногах Экологически Благоприятно Чистая Зона Сейчас Мы Держим Путь До Автобуса И Там Сядем Уже И Поедем По Сервантинов Судак Вот Идем Сделано Че Вниз Тогда К автобусу Рулем С 11 Хорошо Похудеем Еще Тех Грамм На Пять Это Мы Сейчас Идем По Улице Шаляпиной Шаляпина Шаляпина 9 Смотри Какой Зелени Зелени Здесь Везде Хватает Конечно Это Типа Завод Короче Вот Смотрите Мы Проходим В Этом Доме С 1878 Года По 1915 Году Жил Виноград Виноград Винодел Создатель Русского Шампанского Голицын Лев Сергеевич А это Есть Музей Музей Шампанского Режим Работы С 10 До 18 Добро Пожаловать Хочешь Подняться Подним Подним Не Просто Посмотрим Пока Здесь Находимся Именно В Новом Свете 1878 Года Было Создано Первое Русское Шампанское За Высокое Качество Продукция Завода Новый Свет Награждена Семя Кубками Супер Гран-при Десятья Кубками Гран-при Без Прерыва Понедельник Выходной А вот Ребята Видеосъемка Здесь Запрещено Фото Разрешено Затирайте Ноги Пожалуйста Продолжите Сэскурсии Один Час Двадцать Минут Стоимость Тысяча Рублей Человека Все Все Бочки Прохлада Специально Температура Микро Климат И пошли На автобусную Остановку Вот Я тебе говорю Здание Непонятное Административное Похоже Продукты Магазин Терпостные Маневры Здорово Узенькое А на этом Мы заканчиваем Всем спасибо За внимание Спасибо За просмотр Ставьте лайки Оставляйте Комментарии Подписывайтесь На канал